Если мы эту задачу разобрали, давайте я расскажу похожую, даже гораздо более простую, но, ну, наверное, задачу, которая довольно... Примерно тогда же, когда Сейнер придумал вот эту задачу, придумали я и Андрей Александрович Егоров. Это такой замечательный человек, заведующий отделом демократии журнал 2. Она гораздо проще этого. Пусть у нас есть два взаимно-перпендикулярных отрезка одной длины. А, С, В. Найдите множество таких точек М, что величина угла А, М, С равна величине угла В, М, С. Найдите все точки, из которых отрезки А, С и В, С видны под одним и тем же углом. Если известно, повторяю, этот угол прямой. И при этом А, С равно В, С. Угол А, С, В 90 градусов. Знаете? Это получается прямая под углом К, С, В. Замечательно. Вы нашли... Можете показать файл? То есть вот там. Разумеется, эти точки входят в ответ. Давайте их нарисуем. Конечно, вот эти точки, снова все входят. Ну, опять-таки, кроме точки С, да? Прямая А, В. Молодец. Прямая А, В, только без отрезка А, В, правда? Потому что отсюда один угол тупой, другой угол острый, так нельзя. А вот отсюда углы просто совпадают. Отлично. А еще? Это как в предыдущей задаче. Вот это все очевидно. Ну, там дуга А, В, построенная, ну, дуга построенная на диаметре А, В, которая не содержит точку С. Правильно. А почему? А потому что теорема вписана в угле. И эти углы будут просто-напросто по 45 градусов, правильно? Вот так. Молодец. А почему больше нет? Ну, вот, видят, вот здесь, как раз, все в порядке. Здесь вот точка входит, не входит вот эти, да? Вот эти выхлопки. То есть точки А, В, выхлопки, все остальные входят. Итак, два луча, полуокружность и прямая. Ну, естественно, без точки А, В, В. Это правильный ответ. Осталось доказать. Посмотрим два случая. Когда точка М лежит, ну, да? А, С, В, да? Да. И когда она лежит внутри. Отлично. Давайте. Когда она лежит туда, то тогда у нас образуются вам какие-то углы видны. Тогда все видно. Один угол просто очевидно больше другого. Угол А, С намного больше угла В, С. Да, конечно. Чтобы они были одни, они должны совпадать. Конечно, конечно, да. Тогда, значит, нам осталось посмотреть, когда вот здесь. Да, смотрите, я вам тряпку вопить, смотрите, потому что вы сейчас нарисовали. В общем, ребята, действительно, интересный вариант, это когда точка М внутри угла А, С, В. Да. То есть у нас остается еще два треугольника. Эти углы равны. Да. Это общее. Да. Предположим, это Альба. Да. Следующий, 90 минут забавить, пожалуйста. Да. Нет, смотрите, четвертый признак треугольника по двум сторонам и угол вне их лежащих. То есть, смотрите, у вас С, М и А, С равно С, В. Что такое четвертый признак? Поднимите руку. Кто? Ух ты. Слушайте, тогда имеется в виду рассказать, потому что это как-то странно. Но это вообще только для астроугольных треугольников. Нет. Нет. Надо говорить. Если есть какая-то штука, это вовсе не означает, что она правильная. Ну вот, например, есть такая замечательная вещь, что Земля стоит на трех слонах, это ложь, черепахи, ложь ложью. Такая теория и есть, правда? Нет. Вот. И нет, если есть какая-то теория, это вовсе не означает, что она правдивая. Так, сначала по-быстрому. Быстро напомню, что такое признаки конкурентости треугольника. Значит, по двум сторонам и углу между ними. Все так? Да. Дальше. По стороне и двум углам. Да. Кстати, неважно, каким двум углам. Потому что, если вы знаете два угла, то третий – это 180 минус их сумма. Поэтому, если вы знаете два угла, то на самом деле третий тоже вы ее определяете. Есть еще замечательная вещь. По трем сторонам. А вот смотрите, что я могу сейчас делать. Я могу здесь чуть-чуть изменить по двум сторонам и углу не между ними. Что это значит? Вот у меня есть какой-то угол А. Представьте себе, что напротив него расположена сторона А. И вот есть сторона Б. Вершины треугольника вот такие. Мне задали угол, сторону, длину страны и еще одну страну. Вопрос. Однозначно ли по этим данным определяется треугольник? Когда-то, когда-то да. Давайте посмотрим. Если угол тупой, вот этот угол А тупой, и я знаю вот эту сторону, и я знаю эту сторону, тогда действительно определяется однозначно. Почему? Потому что я могу нарисовать угол, отложить вот этот отрезок, а потом циркулем провести. И понятно, что двух точек никак не пересечем. Кстати, если угол А прямой, то вообще-то точно так же. Если у нас есть Б и есть А, то двух треугольников не построишь. А вот теперь внимание. А на этой категории? Можете вы мне указать другой треугольник с такой же стороной Б, с таким же углом А и такой же стороной А? А. Да, как? Да. Что сделать, чтобы повернуть? Нет, не надо поворачивать. Окружность центра. Потому что если вы весь повернете, ничего хорошего не будет. Окружность центра в точке С. Если я рисую угол А, я укладываю отрезок Б, то это, конечно, делается однозначно. Можно? Да. Скажите, как угол? Есть в точке С? Радиусом А, она не обязательно пересечет только в основной точке. Если радиус маленький, может вообще не пересечет. Если так будет, что коснется, будет перпендикуляр, то будет одно решение. А чуть-чуть больше будет два решения. А если будет совсем большое, то будет только одно решение. Поняли? Значит, бывают ситуации, но смотрите, треугольник на самом деле почти единственный. То есть есть два варианта. Либо вот такое пересечение, либо такое. Окружность в пересечении с прямой дает не больше, чем два варианта. И значит, теперь надо идти сюда и смотреть на два треугольника. Треугольник СМА и треугольник СМБ. Они, смотрите, про альфа и единость принципа альфа ничего не знают. А вот очень важно, если у них есть равные углы, то у них вот эта вот равная сторона, потому что СМ сторона и в том, и в том. И у нас по условию ПС и АС равные отрезки. Это типичная ситуация, типичная ситуация того самого неправильного четвертого признака. Осталось решать задачу. Там неправильный признак из-за того, что может быть треугольник остроугольный, а может быть тупоугольный. Поняли, да? Угол В острый или угол В тупой, но они при этом дополняют друг к другу до 180 градусов. Понимаете? Посмотрите сюда. Что это означает? Что? Как сравнить эту картинку вот с той? Роль точек А и С играют точки М и С. А роль вот этих вот двух точек играют вот эти две точки. Понятно? Что значит, что здесь вот сумма углов 180? Это значит, что если у нас треугольники неконкурентные, то сумма вот этих углов будет какая? 180. А если в четырехугольнике сумма противоположных углов 180, то что? Вписанное. Да? Вписанное. Что записанное, да? Ну, а вписанное, это как раз и значит, что точка М лежит на окружности. Потому что эта окружность, она и есть описанная окружность треугольника. Урага. Нет, не урага. Проблема в том, что у людей вообще ничего не помнит. Давайте посмотрим на две и три дужки. Да. Эти два угла либо равны, либо их сумма 180 градусов. Вот. Вот это они и не понимают. Почему так? Возвращаемся к четвертому признаку. Да. Какие тут углы? Есть две дужки? Да. А есть три дужки? Да. Их сумма 180 градусов. Да. Других прямых нет. По четвертому признаку. Так вот это они и не понимают. Они не понимают, как связана правая картинка с левой. Хорошо. У нас вот это альфа? Да. Вот здесь тоже альфа. Да. Вот этот отрезок B? Да. Вот этот отрезок A? Да. А теперь сопоставляйте. Тут тоже можно нарисовать две буквы A. Все. Теперь и там две буквы A, и тут две буквы A. Все хорошо. Ребята, стало понятнее? Тут можно написать букву M вместо A. Так, хорошо. Кстати, стало понятнее. Стало понятнее. Здесь скажем, что B равно A. Что? B равно A, как-то совсем непонятно. Ну, здесь будет A. Да. Отлично. Так, ну что, голосование. Кто считает, что понял? Мастер-класс. Я расскажу ровно то же самое, что сейчас рассказал Коля. На самом деле, я думал, что ты до этого попадаешься. Вот они, два равных отрезка. Согласны? Да? Предположим, что у нас есть какая-то точка M, из которой оба отрезка видны под одним и тем же углом. Ребята, а теперь смотрите. Вместо того, чтобы просить людей, что называется, осознать вот эту картинку, можно было сказать, вот как мы отразим точку A относительно прямой цели. Она куда-то попадет. Если она попадет в точку B, то это означает, что вот эти отрезки равны и значит, точка M лежит на середину перпотикуляриру. Если же она попадет не в точку B, то тогда возникает какая-то точка A штрихов. Смотрите, каким свойством она обладает. При осевой симметрии у нас вот эти отрезки должны быть равны, и эти тоже равны. Но отрезок AC был равен отрезку BC. И поэтому возникают три... Ой, я не так написала. Вот так вот. Возникают три равных отрезка. Согласны? Повторяю. Мы выполнили осевую симметрию. Эти отрезки равны из-за симметрии, а этот отрезок равен этому, потому что по условию задачи AC и BC просто так выглядят. И мы получили в точности вот эту картинку. Смотрите, вот здесь у нас есть какой-то угол. Давайте его обозначим. Фи. Поскольку отрезки равны, то здесь такой же угол. Фи. И значит, вот этот угол 180 минус Фи. Согласны? Но была осевая симметрия. Значит, этот угол равен вот этому. Это 180 минус Фи. Теперь смотрим на четырехугольник AMBC. Здесь 180 минус Фи, здесь Фи. Значит, сумма противоположных углов сколько? 180. 180. А если у четырехугольника сумма противоположных углов 180 градусов, то этот четырехугольник вписан в округ лист. Так. Понятно? Так. Ну, все. Значит, точка AM лежит на дуге этой окружности. И есть та самая дуга.